И почти на 2 миллиона долларов стали богаче харьковские полицейские. Деньги и ценности они попросту отжали. Парочка грабителей в погонах уже находится в СИЗО. Еще двоим сегодня предъявили подозрения. А вот вернули ли деньги потерпевшему, разбиралась Светлана Шекера. Потерпевшая не хочет показывать свое лицо. Она предприниматель. Рассказывает, накопила большую сумму денег и драгоценностей. Отдала их подруге на хранение. Банки лупаются, побоялась содержать, потом положила деньги в ячейки. По телевизору увидела передачу, что ячейки вскрываются. И тоже стала опасаться. Пришлось положить у подруги. Это в общей сложности 1 миллион 420 тысяч долларов, 150 тысяч евро. И золотые мои украшения. Альтернатива банковской ячейки – это вот такое герметичное ведро в выгребной яме козлятника. В сарай охраняли сторожевые тибетские мастифы. Но когда у подруги произошла размолка с мужем, то он уехал, прихватив с собой все ценности. Женщина обратилась в полицию. Там обещали помочь. Приехал куцман Андрей Евгеньевич. Сказал, что он по моему вопросу и всем этим будет заниматься именно он. Он спрашивал, какая была сумма денег, какое было золото, какие были камни в этом золоте. Подполковник полиции успокаивал. Дескать, следствие ведется и похитителя вот-вот найдут. И его действительно нашли. Через две недели сбежавшего с деньгами мужа Ирины вместе с его братом задержали. Развели нас по комнатам. Мне одели наручники за спину, лицом положили вниз на кухню. У меня не такие, говорят, кололися. Давай, где вы закопали деньги, признавайся все. Или сейчас начнем с брата, а закончим с семьей. Мужчина догадался, что это полицейские. Отдал сумку с деньгами. Правоохранители посоветовали ему исчезнуть. Пять пачек по соткам бросили. Это, говорят, вам на первое время будет достаточно. Забудьте за автобусы, за станции. Все, добирайтесь, как хотите, но чтобы вас тут не было. Три месяца мужчина был в бегах. Потом позвонил домой и узнал, что все деньги и золото полицейские присвоили. Тогда Ирина с мужем и потерпевшая обратились в прокуратуру. Дело расследуют в соседней Харьковской области. Подозреваемых вычислили легко. После этой истории полицейские стали жить на широкую ногу. Купили дорогие машины и квартиры. На прошлой неделе обоих, подполковника и майора полиции, арестовали. Сейчас они в СИЗО. В прокуратуре предупреждают, если полицейские выйдут на свободу, вернуть потерпевшим их пропавшие деньги будет крайне сложно. Мы считаем, что нам удастся сберегать это деньги, чтобы потерпели, имели смогу отшкодить сбыточки. Мы считаем, что есть еще и другие деньги. Если они выйдут на свободу, они смогут проводить манипуляции, чтобы это деньги не было арестовано. Предпринимателя, ее подругу и мужа признали потерпевшими. Теперь они опасаются за свою жизнь. Даже из СИЗО полицейские угрожают им расправой.